привет друзья давненько у меня не было роликов с моими партиями хотя изначально канал создавался именно для этого чтобы я комментировал и выкладывал понемножку свои хорошие ну и плохие тоже партии сегодня по просьбе одного из зрителей моего канала с ником павел будет видео в котором был разыгран такой дебют как гамбит эванса гамбит эванса это характеризуется первыми это в итальянской партии которую вы видите сейчас на доске белая отдают пешку ходом b2 b4 для чего они это делают но для того чтобы захватить центр в этой партии моим противником является очень сильный шахматист александр николаевич ластер партия сыграна 12 сентября 2009 года в последнем туре чемпионата россии формально саша еще был чемпионом россии во время этой встречи гамбиту эванса он никогда серьезно не относился ты несмотря на то что вот рейтинг у него был 2634 играл фактически с листа то есть точных знаний насколько я понимаю не имел кроме хода слона 5 играют слон е7 слон c5 режу слон до 6 везде есть своя теория она достаточно длинная в каждом из вариантов везде есть свои плюсы и свои минусы и везде возникают очень интересная позиция до 4 ед я тоже изучал гамбит эванса по партиям старых мастеров в первую очередь то есть мне очень нравились партии матча че горин стениц и макдональд лабурдоне то есть современные компьютеры вернее современное появление компьютеров и компьютерных баз главное позволило где-то в 2000 первом втором годах мне окунуться вот в этот волшебный мир партии прошлого сделать несколько файликов ну как мог поанализировать с теми движками которые были на тот момент типа 3532 который писал что у черных очень много пешек с удовольствием например после рокировки забирал на c3 и требовал от белых точной игры чтобы его прибили требовалось играть очень точно это было сложно интересно но иногда удавалось на самом деле вместо рокировки намного более сильный ход ферзь b3 и здесь насколько я знаю теорию возникает тоже очень интересная игра с примерно равными шансами то есть белая несмотря на то что отдают материал равенство здесь не выпускают то есть это вполне корректный гамбит но после ферзь b3 теория тоже уже давным-давно продвинулась черные должны отвечать по моему ферзь е7 только теперь белые рокируют и дальше можно посмотреть как действовать черными например в книжке овечкина и лысого на пути к испанской партии открытые дебюты на пути к испанской партии а как играть белыми ну одна из наиболее опасных линий там даже две по рассмотрены и черные там достигают тоже уравнение вроде бы по нашему мнению с игре мы еще рокировка не точный ход из-за очень сильного ответа конь же е7 теперь если сыграть cd то черные с удовольствием ударят по центру и на эту тему были партии шуйский свитлер или шух лысый позднее у черных здесь все очень неплохо я сыграл конь g5 и мой противник тоже ответил немедленным ударом по центру d5 намного сильнее уход не рокировка рокировка проигрывает здесь да и за ферзь h5 и черным приходится отдавать качество ввиду угрозы конь бьет h6 двойной шаг потом конь вернулся обратно и ферзь h8 мат ну и с лишним качеством там белое тоже достаточно уверенно побеждают вообще огромную помощь комментирование над этой партии мне оказал венгерский гроссмейстер петр лукач который прокомментировал для базы чесбейс и кое-какими вариантами из его файла я буду пользоваться сильнейшим считается конь е5 по-моему нет а нет d5 правильный ход d5 е.д. конь е5 слон b3 да вот эта позиция в дальнейшем у меня встретилась несколько раз в блиц против александра когда он гостил у меня после сборов в нижнем тагиле это будет позднее то есть саша сказал что благодаря этой партии он подработал немножко гамбит эванса и уверенно обыграл меня то есть в нескольких партиях у меня дома слон b3 здесь сильнейший ход безусловно рокировка не опасаясь скажем такого удара как конь бьет аж 7 у черных здесь вообще очень комфортная игра белый белые немножко задержались с развитием фигур ферзевого фланга черная же убрали короля из центра и стоят отлично ну и кстати и ход вместо кони в 5 dc тоже вполне заслуживает внимания и тоже не так просто здесь белыми играть вот вместо рокировки в общем последовала жадная dc здесь неплох ход ферзь d4 но мне больше понравилась ферзь е2 ферзь d4 с идеей все вскрыть и начать набрасываться на черного короля выглядит очень перспективно потому что слон сейчас выйдет на а3 коня можно будет при случае пожертвовать на c3 черный король никуда не убегает но я увлекся другой идеи в этой позиции мне казалось что есть очень сильный ход слон а3 хотя объективно сильнейшим здесь была ладья d1 при случае угрожая ходом d6 в случае слон g4 белые вскрывают тоже линию d и стоят просто великолепно пешка c3 несомненно потеряется жертвовать коня за нее белые наверное не будут у черных серьезные проблемы за застрявшим в центре королем ну и после хода слона 3 черными играть не так просто по крайней мере слон g4 они сделали очень логичный ход вызвали f3 чтобы их слон мог на b6 шахом сбежать в любой момент теперь тоже ход конь е4 вполне естественный по-прежнему нету черных короткой рокировки из-за d5 d6 шах и потерялся конь на е7 нельзя бить на d5 из-за ладья d1 висит конь c6 не пойдешь из-за конь d6 шах брать коня нельзя из-за fe и лошадь теряется после c2 фигур временно остается поровну но над черным королем такие тучи надвисли что скажем что сейчас будет его избиение скажем на ферзь c8 конь бьет f6 gf ладья бьет е5 и мат не за горами поэтому слон бьет е4 практически вынужденный ход а здесь от черных требовалось найти какой-то нечеловеческий ресурс c2 c2 давала им полноправную игру более того гроссмейстер лукач считает что у черных здесь лучше приводят варианты в подтверждение после ладья d1 там длинный вариант не совсем обязательный мне кажется что у белых есть например не менее интересный чем ладья d1 ход ферзь е4 и компенсация определенная за пешку у белых присутствует но последовала слабая ферзь d7 и мне удалось парой точных ходов добиться я думаю подавляющего перевеса то есть после ферзь бьет a8 король f7 к сожалению нельзя убрать с темпом слона из под удара а потом ферзя потому что последует d5 и ферзя убирать некуда ну и после ферзи f3 ба конь бьет c3 у белых лишнее качество у черных две пешки за него но одна на a4 сдвоенная вторая на d6 изолированная король черных на f7 и сомнений в том что я выиграю эту позицию у меня не было то есть здесь я начал очень много бегать много курить я тогда курил вот в итоге мое здоровье просто не выдержало напряжение и после король g8 вместо естественного взятия на d6 я зевнул что могу поставить шаг на a8 думал вилка просто страшная также я зевнул что после конь b5 даже если я видел ход ферзи a8 висит конь на e7 ну и в общем у черных совершенно противная позиция пешек уже фактически поровну в общем то победа белых не за горами вместо этого я сыграл ладья d1 был еще хороший ход ладья c1 просто нейтрализуя единственную угрозу черных при случае влезть ладьей на c3 в общем а белые добровольно покатили свою партию под откос теперь конь c5 нету ну хоть бы конь f2 пошел на g3 конь совершенно бесполезный после сдачи слона за коня у черных появляются серьезные надежды слон a3 был явно сильнее коня e7 но с другой стороны я не видел как от коня h4 защититься другим способом вот здесь конечно у черных полная компенсация уже слон на b6 сильный на пешку d5 никто не нападает тем не менее я пытаюсь обыграть еще своего друга иначе можно было бы пойти ладья a1 просто фиксируя ничью черным не выгоден не выгоден размен ладей потому что партия тут же перейдет в техническую стадию ладья у них очень активная они должны уходить ну а белые соответственно могут дальше на нее нападать и будет ничья но страшно хотелось выиграть хотя голова уже не соображала то есть вот здесь пожалуй можно было сыграть ладья f3 так вот аккуратненько все защитить главная идея сыграть кони f5 разменяв коней то есть белым выгодны практически любые размены здесь можно было сыграть кони f5 тоже здесь фигуры белых становятся активными хотя пешку a3 недооценивать пожалуй не стоит то есть скорее всего у черных есть компенсация после ладья b4 мощный ход fc6 не только защитил пешку a4 но и приготовился ставить мне мат на g2 вот аккуратный ход ладья f3 пожалуй держал позицию белых то есть у меня похуже но держаться еще можно скажем fc1 точный король h2 и никаких атак нет пешка d4 блокирована при случае белые готовы сами спросить черного короля зачем вот пешку на f6 позволил продвинуть пешку на a6 то есть у черных слабы белые поля немножко вот а после ладья g1 черные тут же выигрывали вот таким симпатичным ударом конь бьет f4 у белых висит ферзь на d3 подвисает ладья на c4 на ладья бьет c6 следует конь бьет d3 потом конь f2 и идет вперед пешка d как ее задержать совершенно непонятно вместо этого последовала ферзь d7 и я получил шансы на победу даже потому что вот в этот момент не последовало удара конь бьет f4 ну тут понятно почему не последовало александр тоже играет на победу то есть уклоняется от ничейных вариантов вот после конь бьет f4 возникала вот такая позиция почти форсирована и здесь ну проиграть вот белые наверное не рискуют у черных совсем открытый король с другой стороны и белым своего короля в бой не введешь то есть сразу вспоминается моя первая партия с александром ластиным мы ее сыграли в далеком 1987 году в городе полевской мне было 14 лет саше 10 партия закончилась в ничью то есть уже тогда саша был очень талантлив я из того турнира вышел в финал чемпионата россии где выступил неплохо а партия была боевой я пожертвовал качество у меня был ферзь и конь в заключительной позиции у саши ферзь и ладья но все закончилось вечным шахом не было возможности в общем ни у меня усилить атаку ни у него перейти в контратаку к сожалению партия потерялась он ее хранил но при жизни не успел мне передать сейчас где она я не знаю вот вместо конь бьет ф4 последовала король х8 дающая прекрасные шансы на победу можно было просто защитить на ф4 и скажем тактика типа ладья бьет а3 она не годится потому что уже белые переходят в контратаку то есть уже белые пытаются поставить мат вместо этого на король х8 зачем то фигуры пошли назад пешка ф4 потерялась и партия уже проигранная но то что я был в цикноте оправданием не является потому что как минимум 20 минут было потеряно на беготню выигранной позиции и после ладья c8 шах черные не бьют на c8 а ходят аккуратненько король h7 и в данном случае слон b6 оказывается намного сильнее ладьи а некогда слабо изолированная пешка d6 который белые побрезговали ну является настолько опасной проходной что отдать за нее качество вряд ли удастся ну и поэтому здесь я прекратил сопротивление вот и сдался то есть набрал чемпионате россии 2003 года пятьдесят процентов в результате или минус раз в общем не попал в призы но как бы сильно расстроился да с Сашей потом обсудили эту партию вот ну что еще сказать наверное все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки дислайки и так далее это смотрите друзья подпишитесь с вами розыгни